Неизвестные похитили из магазина сотовые телефоны. Часть украденного они оставили за углом. И пока относили остальное, на место прибыли сотрудники полиции. Ущерб здесь пока не установлен, потому что очень много наименований товаров, которые и украли, и не смогли украсть. Грубо говоря, по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту Б, части 2, статьи 158. 4000 рублей лишилась Саровчанка, решив приобрести норковую шапку в интернете. Чтобы не рисковать деньгами, женщина попросила продавца отправить товар почтой наложенным платежом. В итоге посылка пришла в почтовое отделение, гражданка оплачивает посылку, после дома уже раскрывает ее. Вместо норковых изделий у нее трикотажная шапка, а все остальное, грубо говоря, коробка забита мятым картоном. На дорогах за минувшую неделю произошло 6 ДТП без пострадавших. Четыре водителя были задержаны в состоянии алкогольного опьянения. Два из них повторно. Один человек управлял автомобилем без прав. Наши сотрудники остановили транспортное средство для проверки, которое не имело государственных регистрационных знаков. Потребовали у водителя документы для проверки. Он предъявил водительское усырение. У инспекторов ДПС возникло сомнение в его подлинности. Повнимательнее посмотрели. Оно также имело признаки подделки. Просветили ультрафиолетом. Никаких защитных элементов, которые должно быть в водительском усырении, оно не имело. Водитель признался сотрудникам ГАИ, что водительское удостоверение он приобрел через интернет-магазин. Мужчина семь раз пытался сдавать на права. И все неудачно. Теперь за использование фальшивых документов нарушителю грозит ответственность вплоть до лишения свободы. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.